ваша нет я хотел там этот трэш какой-нибудь плов варят здесь кофе дают вот нас встречает нам не мне надо кофе говорят это не почтовые ящики это для жителей нашего жилого комплекса которые пользуются доставкой как все современные люди то есть я могу свое кофе кому-нибудь передать мне кажется кому-то просто квартиру готовили на просмотровать это шоу-рум это шоу-рум да друзья всем привет мы в александровском саду и это второе уже видео будет на моем канале первое потому что я снимал кто не смотрел я простите пожалуйста о великий это кстати паша репин кто еще не знает знакомьтесь паша привет привет сегодня мы здесь встретились чтобы показать вам как выглядит двор потому что у меня были сомнения а будет ли он таким как выглядят фасады здания потому что тоже это все было в процессе стройки а сейчас мы можем видеть как это все на самом деле реализовывается и по моему очень круто получается все посмотрим изнутри зададим вопросы все как вы любите все покажем расскажем поэтому сразу лайк поставят да конечно лайк да сразу подписывайтесь там на колокольчик жмите и погнали смотреть выпуск будет большим интересным нас везде как всегда преследуют стройка бью интервью как обычно у нас будет интервью че ты перебиваешь опять все пошли смотреть здесь есть еще одна очень крутая фишка называется комьюнити центр вход прямо со двора вот видите надпись сейчас мы туда зайдем туда может зайти на самом деле любой житель этого комплекса и заняться там своими собственными делами провести день рождения какое-то мероприятие в общем сейчас сами все увидите вот ребята заходим получается здесь есть даже небольшая прихожая вот здесь можно раздеться сейчас я это и сделаю паша вот уже здесь раздет дальше смотрите здесь какое пространство где вы можете проводить время совершенно различными способами например загрузить сюда детей там день рождения у вас какой-то вот один уже там валяется отлично отлично мой коворки это так и есть ребенок валяется на тебе еще подушек на тебе можно можно футбол понял футбол пиво принес здесь фисташки а потом а потом кто-то весь вот этот мусор от фисташек убирает здесь блин все шестьдесят пять рублей за квадратный метр входит ребята да футбол смотри о чем речь типа сегодня и закрыть чтобы кроме вас никто в это время то это стоит каких-то ага но если вы а можно не платить и кто-то может зайти еще два пацана подруга круто а playstation можно здесь играть здесь есть нету надо купить короче смотрите здесь прямо лик ликторий какой-то это можно лекцию провести на самом деле я так я как человек или читающий лекции это вообще круто студентов сюда позвал а кстати я могу сюда своих студентов позвать по согласованию управляющей компании мы с вами встречались с анастасией комьюнити менеджером все вопросы по организации супер круто короче ребята смотрите это же просто мне мою школу сюда можно перевести вообще на самом деле там кухня смотрите ребят можно что-то себе приготовить сделать какие-то запасы я так чувствую там холодильник какой-то есть и с этой стороны тоже есть какие-то места смотри здесь можно посидеть поработать я так понимаю да по телефону поговорить еще что-то в общем если плохая тоскливая дождливая погода то собственно можно сюда затусить ну и санузел соответственно тоже тоже нехилый такой о можно и помыться если вспотеешь работать здесь то есть можно вот совершить обряд омовения тоже в золоте все блин смотрите сколько золота и так мы в комьюнити центре специально сюда пришли чтобы снять этот видеоролик но главное главное в этом ролике то что мы будем общаться с этой замечательной девушкой еленой которая купила здесь квартиру житель этого комплекса ну и заодно еще риэлтор уже несколько раз мне квартиру пыталась продать но ходу получится походу возможно это получится потому что ребята я сюда приходил снимал обзор на старте можно сказать когда продавалась первой очереди сейчас там квартир уже нет во второй очереди тоже нет тоже уже нет сейчас стартовала третья очередь и если вы друзья мои обладаете возможностями средствами я бы вам на самом деле рекомендовал рассмотреть этот вариант потому что получается шикарно честно вот сколько я посмотрел очень здорово получается на старте квартиры здесь стоили 110 130 предлагали что-то в этом районе сейчас я реально кусаю локти почему потому что относился довольно таки скептически смотрел как идет ход стройки и ну были сомнения получатся такие фасады не получатся но были прецеденты когда не получалось у некоторых людей а здесь все получилось по двору были вопросы а что с двором а как он так будет такая плотная зелень будет так не будет так сейчас мы прошлись по двору выглядит великолепно насколько будет это все содержаться в том же виде ну сейчас лена нам расскажет но пока пока ребята все что я увидел это здорово классно и причем это не то что как-то по бутафорски выглядит а по-настоящему я впечатлен поэтому я жду не дождусь вопросов и ответов на эти вопросы поэтому лена давай рассказывай нам как тебе здесь живется наверное стоит с локации да то есть место интересное центр не ну давай просто поскольку ты сказал что лена еще и риэлтор дальше не живет потому что вернемся просто что лена риэлтор то есть у нее взгляд на рынок был очень широкий и почему очень глубокие безусловно почему выбрала вот этот дом при его стартовом ценнике при его стартовых условиях не было такой красоты здесь то есть но в локации она оставляла там вопросы да по соседу с гибдд почему и из чего выбирала первый вопрос ну то есть чем сравнивала на тот момент и как бы почему выбрал на самом деле да по что-то очень правильно отметил то что я глубоко знаю рынок и естественно когда встал вопрос о приобретении жилья для себя для собственной семьи я на самом деле сравнивала не так много жилых комплексов как раз из-за того что я много знаю сразу знала что выбирать из чего из чего выбирать на самом деле в сравнении у меня были только два жилых комплекса и оба нет форум-групп это форум сити радищего и александровский сад а почему круто есть там там уже был нагорный там уже было горно это совершенно не та локация сейчас я живу куйбышева шейкмана не буду спрашивать почему не архитектон его тогда слава богу возможно маяк мое все но нет я выбирала только среди жилых комплексов клевер тоже не та локация то есть я же говорю что я живу шейкмана московская и так как у меня ребенок моя работа все это находится в центре города такие районы как парковые автовокзал и так далее я не рассматривала в принципе потому что для меня это но определенное ухудшение а все-таки приобретая квартиру я бы хотела улучшить жилищные условия и вера обсудим ну вернее наверное не обсудим но в общем я могу говорить только за себя если я говорю как житель как житель почему не ревьера в общем давайте так по локации все понятно и на мой взгляд ну то есть выбрали и центр что здесь все рядом грин юч рядом вон сейчас ледовую арену достроит пожалуйста ходи хоккей смотри ну короче здесь все метро и так далее в шаговой доступности то есть с этим все понятно чем комплекса привлек чем он так хорош расскажи поделись секретами риэлторскими малая этажность то есть максимально количество этажей 9 максимально то есть есть меньше максимальная 9 то есть не человек до количество квартир на этаже например у меня в первом подъезде я и сосед все максимальное количество это 45 квартир на этаже это не так как придумывают разделили как бы от лифта на две секции такие у нас по 4 квартиры нет у вас 8 квартир у нас здесь иначе да то есть есть такое понятие сейчас не помню как это называется насколько человек вообще может свое окружение впустить близко там по моему 250 или что такое тогда тебе комфортно ты грубо говоря знаешь каждого своего соседа вот мне есть прямо название можно погуглить да я забыла как это называется и вот именно из-за этого потому что я хочу знать своих соседей я хочу узнать с кем гуляет мой ребенок в нашем дворе я хочу быть уверена в безопасности то есть я знакома с форум групп знаю как дальше живут люди под управлением управляющей компании форум сервис есть же уже реальные отзывы по сути единственная управляющая компания которая имеет реальный большой опыт управления жилыми домами высокого уровня ну то есть получается что ты знала на что способна эта управляющая компания ты знала что от нее ожидать и ну вот этот вот уровень прочувствовала на себе что называется да и поэтому выбрала именно этот на себе и на моих клиентах то есть практически на 70 процентов моих клиентов и так сейчас живут в домах под управлением форум сервис но на самом деле это очень важно потому что всякие управляющие компании есть такие истории что просто бросают и потом там непонятно что вообще происходит принципиальные истории есть такие говорят принципиальные какие-то истории мы о них не будем сейчас говорить и мне удивительно что все это за шестьдесят пять рублей квадратный метр это действительно так это действительно так могу в приложении показать не вырастет ли этот ценник со временем все на самом деле растет со временем я не имею я не имею ввиду там инфляцию или что-то там еще вот какие-то вот вот эти все дела а ну как сказать сначала продаем дешево чтобы привыкли а потом задираем ценник нет такого не не это не про вас не про это не про форум сервис в домах такого уровня проживают люди которые понимают что если мы платим определенную сумму мы должны понимать да мы за нее спрашиваем мы должны понимать на что эти деньги расходуются и так далее то есть есть же общее собрание собственников жилья любой житель может инициировать у нас также есть внутренние чаты там и так далее наша управляющая компания всегда с нами в диалоге вот мы с вами видели что и сделали хранение велосипедов потому что жители поняли что это неудобно парковать велосипеды летом детям на парковке потому что они через лифт и вот это вот все подняли этот вопрос управляющая компания сказала окей давайте определим место мы все еще здесь живут 10 семи 10-15 да уже сделали ремонт и прям мой сосед такой комитет на 10 человек на 10 человек да все даже если ты не житель ты же собственник ты точно так же можешь пользоваться все вот иван купил бы сидел бы здесь сейчас работал совещание лектории бы проводил да вот так вот ребята нечего значит там раздумывать надо сразу быстро принимать решение раз решил да а я вот все раздумываю хожу и до сих пор без квартиры все наши полисти все наши гости заходят через Через этот подъезд, здесь их встречает рецепционист. Любезная рецепция, которая отказывает в кофе. Она никогда не отказывает, она согласилась, это отказала вам лично я. Потому что мы пойдем в польбейкере для того, чтобы посмотреть, что и кафе, которые расположены в домах бизнес-класса, сетевые, могут выглядеть иначе. Смотри, кирпичик натуральный. Натуральный кирпич? Не бутафория? Это же плитка. Это плитка? А нет, клинкерный кирпич. Это кирпич? Она пытается нас запутать. Я бы так поел здесь, но ладно, не снимай. Да, давайте снимем. Так, а в чем элитность-то, в чем? Ты посмотри отделку. Ты видел когда-нибудь такое? Откровенно говоря. Мне кажется, кому-то просто квартиру готовили. Да, да, да. На просмотровое. Это шоу-рум. Это шоу-рум, да. Выше шоу-рум. И просто кухня немножко большой получилась. И коридор, видишь, ливший коридор. Наверное, жаловались все. В едином стиле. Не, ну не плавно. Сейчас это что у нас? Получается, главная въездная группа. Вот там машина как раз стоит. Человек пытается припарковаться, зачем-то вышел из машины. Но он не считывается. Понятно. Ну, то есть он считался, там какой-то чипы и ворота сами открылись, да? Круто, круто. Так, ну что, вот у нас лобби. Очень приятное, кстати говоря. Да, смотри, плиточка зачетная, когда это называется французская елка. Ну, из плитки. Да, брендированный коврик тоже очень круто. Короче, уровень подъезда, да? Неплохо, неплохо. Вот это вот надо рассказать, вот про эту штуку. Да, вот эти ящички, это не почтовые ящики. Это для жителей нашего жилого комплекса, которые пользуются доставкой, как все современные люди. И для того, чтобы вам не ждать своего курьера, вы можете через приложение забронировать для себя ячейку, отправить код вашему курьеру, курьер закладывает. То есть я могу свое кофе кому-нибудь передать? Я могу свой кофе кому-нибудь передать. Отлично. Одно из конкурентов преимущества – это переговорная комната. Можно посмотреть. То есть, получается, я могу использовать эту комнату для каких-то встреч, каких-то рабочих, нерабочих там. И сейчас мы еще пройдем в комьюнити, где вы вообще можете построить свое рабочее место и каждый день. И это абсолютно бесплатно для жителей? Да. Только нужно договариваться по времени? Ну, типа графика какой-то. Да. О, комьюнити менеджер! Случайно проходила мимо, да? Да, я случайно. Наш комьюнити менеджер, к которому можно обратиться по любым вопросам, в том числе именно она согласовала сегодня нашу съемку. Поваренная книга. Спасибо, комьюнити менеджер. Пожалуйста. Комьюнити менеджер Анастасия. Также организация всех мероприятий. А какие тут мероприятия были? Мы организовываем частные праздники для жителей. То есть, например, чаще всего это детские дни рождения для детей в комьюнити-центре. Взрослые тоже организовываем. У нас что было? Парфюмерный бар. Парфюмерный вечер, да. Музыкальный вечер, да. Детские игры различные. То есть, у нас же жизнь внутри дома, она не ограничивается какими-то квадратными метрами. Это прям концепция жилья и само собой предполагает. И то есть, у нас соседи, это не просто соседи, это единомышленники, друзья. Мы вот йогой еще занимались, кстати говоря, да, на улице. Сразу будет рисунок вопрос. Подождите, сколько стоит это все добро с комьюнити менеджер? 65 тысяч. Ой. 65 рублей с квадратного метра. Так, мы идем дальше. У нас экскурсия по жилому комплексу. Это места общего пользования МОПы. Посмотрим туалеты. Это очень важно, я думаю. Бегал на улице. Как делать, как начинается с вешалки, да, так? Да. Смотрим. Так ЖК начинается с уборной. Так, заходим. Ну, золото, золото. Ты понимаешь, что это? Ребята, золото. У меня дома кушают. Золото. Это у нас такая шутка есть, когда места общего пользования лучше, чем... Да-да-да, я реально тебе говорю, что мне кажется... Вот эти вот штуки прикольные, мне понравились. Такие в стройке зелени, в гранитный пол. Никто еще на каблуках не проваливался? А мне понравилось, что мы второй сюжет за день снимаем, и везде перфораторы и долбежки. Да, стройка. Стройка активно ведется, потому что в конце года уже сдается вторая очередь. Это вот этот дом? Да, да, сейчас активно ведется. Что еще? Вот это здание что, сносится, не сносится? Третья же где-то еще очередь должна быть? Да, вот третья очередь здесь. Еще будут два дополнительных подъезда. А на вторец вот этому дому встанет. Застрим внимание, что ремонт во дворе начался ровно в день наших съемок. А он начался по запросу жителей, потому что начали уже жить. И вот это, вот этот пол, да. Он был, да, он, видишь, не был вот таким плоским сверху. И наши дети, ну, маленькие дети, понятно, они не очень понимают. Ударялись? Да, да, они могли упадать и так далее, и поэтому сделали. То есть это уже делается по запросу. То есть это все за счет денег у каждого? Да. То есть это уже делается по запросу. Вот это внимание к жителям, поняли уровень? Лавки, которые и лавки, и клумбы, сразу же дерево растет большое. Большое. Высадили большое, да. Не надо ждать 15 лет, пока оно вырастет. Это тоже круто. Паша, нет. Такой он. Там строительный городок чуть пустят. Все, правильно, я хотел там этот трэш какой-нибудь, плов парят. Нет, нет, там, кстати, все очень аккуратно, потому что когда первый дом еще не был сдан, мы ходили на строительную площадку как раз через строительный городок. Там все пошли дальше. Плох не варили, запахи даже не раздавили. Классная история, придумали вместе с жителями, получается, никто не планировал, но так жизнь показала, что будет лучше велики хранить вот здесь, подаркой. Летом? И с улицы не видно, и со двора не видно. То есть изначально этих травм не было? Нет. И дождиком они не мочатся, вот это круто на самом деле. И двор не портится. Вот как мы с тобой в Ньютон-парке видели, да, то есть перед подъездом прямо навалено великов, прямо навалено. Построить и продать – это всего лишь первый шаг взаимодействия с жителями. Да. Тем более в текущих реалиях, когда каждый девелопер дальше оставляет свой дом, свое управление. И только форум-групп, форум-сервис имеет реальный опыт управления домами высокого уровня. Тихвин, мечта, плюс вся коммерческая недвижимость, построенная в форум-группе. И ни разу не менялся директор управляющей компании за всю историю. И за все за это 65 рублей с квадратного метра. 65! Я, блин, в своем старом советском доме плачу, наверное, 160. Без всякого сервиса и комьюнити, понимаешь? Скажи, пожалуйста, вот здесь квартиры продаются просто в голых стенах. Здесь же даже нет перегородок, даже провода не растянуты. То есть это все деньги на ремонт, так? Все верно, конечно. То есть все это ты пережила, до сих пор переживаешь? До сих пор переживаю, да. Смысл-то в том, что жители Александровского сада не хотят такую же квартиру, как у соседа, с таким же ремонтом, как у соседа. То есть если бы мы, не мы, а в смысле форум-групп, установили бы какие-то перегородки, это обязывало бы людей или жить в такой планировке, или все это выгребать, выносить и так далее. То есть это какая-то немного медвежья услуга. Какой профессиональный больше вопрос. В Москве же сейчас есть ряд комплексов, которые сдаются с отделкой. И прямо там дизайнеров приглашают, они делают... То есть ты считаешь, что это настолько индивидуальная история, что, например, там пять видов разного ремонта, но там от брендового дизайнера какого-то, от почетного, не стоит делать в таких ЖК в Екатеринбурге. То есть у нас здесь такая бутиковая история. И дозреем ли, не факт. У нас все-таки люди любят. Кто-то золото, кто-то серебро. А в Москве просто некогда этим заниматься. Некогда этим заниматься, да. Ну у нас же есть опыт в УГМК апартаменты и сеть. Да, они же тоже делают отделку, тоже дизайнерскую и так далее. Ты можешь выбрать и у них заказать, и они сделают. Ну да. Да. Такая история есть. То есть, возможно, и другие застройщики к ней придут, но обязывать изначально, что только так и никак, мне кажется, то есть каждая квартира, это индивидуальный дизайн, приводят своих дизайнеров, разрабатывают, потом ремонтируют, все под себя, все с нуля, да. Причем на стадии проекта. Так, почему ко мне-то не приводите? Я не понял. На стадии проекта еще можно. Вопрос-то не ко мне, это, наверное, тебе нужно с отделом продаж. Так, отдел про то, что... Ну ты сколько продалась здесь клиентам квартир? Расскажи, почему не один из них к Ивану? Да. С Иваном познакомились только сегодня. Все, дружище, мы тебя обеспечили, клиента поток. Реклама. Абсолютно каждый нормальный человек хочет жить в красивой квартире с классным дизайном. Ага. Чтобы ремонт был сделан качественно, грамотно, быстро и чтобы стоило это адекватных денег. Ну, мы же никто не любим переплачивать, правда же? Нет, Господи, пожалуйста, нет, нет! Вам сказочно повезло. Есть такая компания. Сделают дизайн проект и ремонт под ключ. Высокое качество и стоят адекватных денег. Не дешево, конечно, но и не космически дорого. Как говорится, золотая середина. Называется компания Городиз, что означает грамотный дизайн. Реклама закончилась. Меня очень смущал еще такой момент, что окна близко к окнам. Ну, то есть здание реально близко расположено. Есть вот ощущение вот это вот соседство, окно в окно. Сосед, с утра, привет. Есть, нету? Вообще нету. Мне кажется, это вообще не про нашу. Ножилой комплекс, если честно. Нет. Ремонт – это ремонт. Да, мы с вами можем в подъезд, например, и посмотреть. Ну да, то есть это вообще не про наш жилой комплекс. Я понимаю, о чем ты говоришь, но это вообще не про Александровский сад. Посмотри, вот как, насколько далеко у нас сейчас. И здесь тоже. Сейчас это ценность, конечно, небольшая этажность, потому что все пытаются повыше, побольше. А здесь также не будет доминантов в последний момент? Нет, сейчас же уже все, третий дом же. Третья очередь. Третья очередь – это последний дом? На самом деле у форум-групп еще и на юге есть земельный участок, и на месте отдела продаж что-то будет. Но, возможно, это будет даже под другим именем и так далее, и со своим паркингом, своим двором и так далее. Не позволит же им никто тут многоэтажку поставить. Здесь же памятники архитектуры. Что здесь локация не та. Ну и как бы это вообще история не про форум-групп. То есть если есть концепция, то они будут в рамках концепции. То есть невозможно сейчас воткнуть 25 этажей, при том, что ты обещал приватность, маленькое количество жителей. 28 этажей в дворе. Принципиальный какой-то у тебя постоянно вопрос. А что с парковками здесь? На всех жителей предусмотрены подземные парковочные места или нет? Я сейчас коэффициент, конечно, не вспомню. Но вообще при расчете количества парковочных мест в подземном паркинге, также учитывался опыт тех жилых комплексов, которыми уже управляет форум-групп Тихвин, Мечта, то, что вот бизнес-классы и так далее. И на самом деле там даже коэффициент один к одному, он не нужен, потому что очень многие с водителями. Расскажи про плюшки этого комплекса. Ну вот есть комьюнити-центр, каждый может прийти, тут день рождения провести, футбол посмотреть, поработать. Есть, что там, какой-то двор, значит, классный, сервис какой-то классный, какие-то у вас праздники проводятся, день двора, день подъезда, день лестничной площадки, там, что день еще, не знаю. Короче, какие плюшки есть? Из плюшек то, что мы с тобой посмотрели, да, комната переговорная, которой также могут пользоваться все жители. Она одна на весь комплекс или есть, или их несколько? Ну, пока одна, и я думаю, что она так и останется, потому что есть комьюнити, где ты можешь использовать точно так же. Плюсом ты можешь в лобби проводить встречи, плюсом в каждом типовом подъезде есть мягкая зона, куда ты тоже можешь пригласить ее для каких-то переговоров, встреч и так далее. Что еще, вот те ящички для курьеров, помнишь, которые можно бронировать, что еще, такси у нас тоже через паркинг заезжаешь, тоже через приложение все это заказываешь, тебе не нужно. Потому что есть же зоны... Заказываешь, типа, что приедет такси, номер какой-то скидываешь и пускаешь. Да, через приложение управляющей компании или по звонку девочкам на ресепшн. Да, это все очень легко делается. Не дурно. Что еще из плюшек у нас? Мероприятие, которое организует нам форум-сервис, да, то, что мы рассказывали, там у нас и скрипач был, и парфюмеры приходили, мы свои ароматы. А я правильно понял, что ты здесь, день рождения ребенка? Ребенка своего мы отмечали 15 июня, да. Меня спросили, вы хотите закрыть комьюнити или нет? Я говорю, нет, конечно, все наши соседи могут к нам присоединиться. Мы здесь оформляли зону, можно сказать, ну, для взрослых, стол там и так далее. Детский стол тоже, конечно, был. Но ребятам организовывали квест во дворе. Ребята там бегали, к нам присоединились уже те, кто живут. Мы супер, отметили каравай. Да, да. Вообще великолепно просто. Под работу одновременно. Да, то есть нам принесли дополнительные стулья. Ну, теоретически мог сложиться сценарий, если ты не закрыл это комьюнити, и мог кто-то прийти, сесть с унылым лицом в уголок и работать. Ну, теоретически. Да, потому что я же его не закрывала. Каждый может использовать так, как он считает. А с кем стоит закрыть? Я не помню, Паш, на самом деле. Ну, по крайней мере, это есть. Понятно. По крайней мере, есть возможность, да, в том числе из Алифса. Мы же сказали, вот футбол в Барселоне смотреть. Ну, хорошо, какие сервисы еще есть? Там, не знаю, прачка, что там, какой-то. С собачкой погулять кто-то. Да, водитель, может быть, один на всех, там, ты можешь заказать, там, свозить кого-то. Шеринг водителя. Но почему нет? На самом деле, это можно все организовать. То есть, такого, как навязанный сервис, что, типа, вот у нас есть то, пятое, десятое и так далее, типа, выбирай все это, изучи и выбирай, такого нет. Но, на самом деле, в нашем приложении, форум-сервис, ты всегда можешь обратиться, что и вот эти сервисы по химчистке и так далее, потому что это же все организовано там в том же Тихвине. Доставка еды, вот это вот все. Из-за того, что это форум-групп, это целая... Экосистема. Да, да. Вот, поэтому это все можно организовать. То есть, через это приложение даже еду можно заказать? Да, да. Я могу прям показать. Мы это все очень... Давай демонстрируем на экран. Класс. То есть, мне лень, там, что-то... Ну-ка, что-то организуйте, там... Короче, ты уже купил. Ты уже купил квартиру. Слушай, ну, цена выросла. Затал же заработать. Цена выросла, конечно, неимоверно. То есть, как... Нет, за 110, говорит, я прямо сейчас, да. За 110 прямо сейчас, да. Но за 200 это, конечно. Ну, почему 200? 180 средней цене. 180 за квадрат. Каких-то 70% разницы. Ну, ведь продавать, я тебе предупреждал. Для жилья такого уровня, это прям минималочка. Если ты сейчас не успеешь по 180, я тебе уверяю, что через месяц ты будешь... Снова кусать локти. Снова кусать локти. Так, а помимо вот инфраструктуры, я так понимаю, магазина здесь пока нет? Магазина пока нет. Пока есть польбекери. Будет обязательно магазин. Не пятерочка, конечно. Жизнь марта, шестерочка. С Жизнь марта там в том числе ведутся переговоры. У них тоже есть свои предпочтения и так далее. То есть, это же... Но в концепции он должен быть и должен быть маленький, потому что это тоже определенные неудобства для жителей. Да, вот когда такие большие магазины... А, ну, потому что большие потоки людей, они мешают, шум там... Со стороны, да. Машины подъезжают, вот эти фуры огромные тоже никому не... А, там хлеб и так далее, вот польбекери уже открыты. Не, а что еще? Ну, полька, магазин, что еще подразумевается? Проданные коммерческие помещения. То есть, у них, у собственников есть тоже, у каждого помещения там свое назначение и так далее. То есть, они тоже будут согласовывать с управляющей компанией, кто туда сядет. То есть, грубо говоря, красное и белое даже ты как собственник посадить не сможешь. В общем, главная ценность этого жилого комплекса заключается в сервисе. Я правильно понял? В том числе. Архитектура, расположение, сервисы, которые обеспечивает профессиональную управляющую компанию. Ну что, расположение, я просил, что сейчас перебью, там, безопасность расположения. Вон, пожалуйста, верни, Саш, еще круче расположение на Вайнера. Количество жителей. Качество? Качество строительства. Поток непонятных людей. Для меня это... Ну, то есть, для меня расположение жилого комплекса на Вайнера. Скажи, пожалуйста, как определить качество жителей, когда ты никого не видела? Ты пришла в отдел продаж, да? И покупаешь, хочешь купить квартиру. Но ты же не можешь оценить, какое качество жителей здесь... Нет, не качество... Я не про людей, да, 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 я не про людей. Лену заселяет половину дома сама, поэтому она уже знает... Я выбираю соседей. Да-да-да, она соседей. Она говорит, выбирайте квартиру рядом со мной на этаже, вы классные. Но это же тоже показатель, понимаете? Ну, здесь я вам скажу, как бы так сказать-то, чтобы не побежали люди. Есть, вот, например, звезды спорта Екатеринбурга, которые также здесь живут. И вот потом дальше по принципу один купил и следующий из команды, сокомандник. Скоро весь автомобиль сюда переедет. У них тут рядом ледовая арена. Ну, я даже уже и не знаю, что спросить у Лены. Единственное, хочется напроситься к ней в квартиру. Да, она не пустит нам ремонт. Не, можно... Ты, мне кажется, просто скажешь, что моя планировка – это бред сумасшедшего. Да, прикольно же, это же контент. Потому что я не вижу шкафы, и у меня там столько наворочено гардеробных. А, я помню. Ты же, ну, ты еще был когда-нибудь до конца стены, все были устроены. То есть в этом причина, что ты боишься моей оценки, я буду молчать полностью? Нет, я вообще не хочу. Ну, все, не было согласовано такое. Такое явление не было. В общем, друзья, я пытался, вы видели. Ни в какую человек не хочет соглашаться. Ладно, ребят, если у вас есть вопросы, то пишите в комментариях. Это такая строчка под нашим видео, где вы вот нас видите. Там есть комментарии. Задавайте вопросы. Мне, Паше, Елене, мы все будем отвечать. Елен, будешь отвечать? Жители пишите тоже в чат, как вам здесь живется. Остальные жители. Остальные здесь человек, которые уже живут здесь. Да, будет очень здорово. На самом деле мы здесь делаем дизайн очень замечательным людям. Я считаю, получится бомбическая квартира. Мы сделаем обязательно обзор этой квартиры, покажем ее всем. То есть там что-то невероятное получается. Ну, наверное, как и у всех, собственно говоря. Не скажу, в каком стиле пока. Подожди, ты здесь делаешь дизайн? Да. Ты сидел, удивлялся дворам. Ты еще не ездишь на объекте, где делаешь дизайн, что ли? Но я же должен был для картинки. Как это сделать? Папочки, вот это делегирование, да? Ну, а на этом всем пока, друзья. Ставьте лайк. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Жмите на колокольчик. И будьте с нами, с честным дизайнером и неутомимым риэлтором. Неутомимым. Всем пока. Пока. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»